Привет, друзья! С вами Додоран Скетч. Мы рисуем сегодня вот такую вот новогоднюю рождественскую открытку. Она будет нарисована акварелью, нам также понадобится линер и мы также будем использовать блестки. Мы этот урок решили сделать в стиле «Долой творческую буржуазию», поэтому никаких профессиональных безумно художественных материалов мы здесь не используем. Этот урок будет доступен абсолютно каждому, от взрослого до самого маленького творческого непоседа. Мы используем абсолютно ученические детские краски «Пчелка», «Медовая акварель», «Полусухая». Здесь 16 цветов. На самом деле из них нам понадобится всего лишь желтый, два красных, черный, два зеленых, и то можно обойтись одним, и коричневый. Это то, что нам понадобится из акварели. Нам понадобится одна кисть, вторая большая даже не нужна. Одна кисть у меня это Faber-Cassel, это синтетика. Подойдет любая синтетическая кисть с острым кончиком среднего или чуть меньше среднего размера. Карандаш с обычным ластиком. Карандаш желательно взять твердый, чтобы можно было стирать его спокойно ластиком, он не размазывался у вас по бумаге. То есть у меня это 9b, но желательно, чтобы у вас был hb или 1h или даже 2h. Нам понадобится линер или черная гелевая ручка. У меня это линия стабила, он не водостойкий, поэтому будем использовать его только в самом конце. По желанию, кто захочет украсить блестками открытку, вам понадобится обычный канцелярский клей, самый простой, и блестки, которые можно найти в магазине хобби. Это рассыпчатые блестки. Как вы видите, весь набор художественных материалов, которые нам понадобятся для этого урока, крайне небольшой и крайне доступный поэтому вы можете пройти тут урок вместе с вашими детьми или также нарисовать вот такую открытку самостоятельно абсолютно теми материалами, которые вы можете найти в самом ближайшем к вам магазине. Ну что, давайте приступать и всех с наступающим! Ну что ж, мы с вами приступаем. Эта открытка будет состоять из надписи Merve Christmas, вы можете написать здесь Новым годом, и здесь по углам мы расположим какие-то декоративные новогодние рождественские элементы, веточки елки или что-то такое. Желательно взять карандаш не мягкий, как у меня 9b, а какой-то твердый 1h или 2h или хотя бы hb, тогда вы сможете его стереть с помощью обычного ластика, потому что у меня такой карандаш очень мягкий и если я буду стирать его обычным ластиком, то графит начнет размазываться по бумаге, мне придется использовать клячку. Было бы проще, если бы у вас был карандаш более твердым. Я вам скажу это заранее. Значит, давайте примерно расположим наши элементы на рисунке. Примерно вот так. Я ограничиваю область, которые они будут нарисованы. Вот так. 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 И вот так. Здесь мы напишем... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот такая надпись. Теперь давайте отрисуем наши элементы. Что мы можем здесь расположить? Мы можем расположить елочные ветки, шишки, подарки, какие-то звездочки, может быть лампочки с новыми идеями, веточки, амелы, или что-то такое. Давайте начнем их располагать. Я начну с веточек. И на веточках будет шишка. Здесь у меня будет ветка с красными ягодами. Еще одна силовая ветка. Здесь силовая ветка. На ваше усмотрение. На самом деле это достаточно свободное творчество и процесс, поэтому здесь можно повторять ровно за мной. Полагайте элементы так, как вы хотите. Здесь я расположу коробку с подарком. Все, вид сверху. Блант. 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 Здесь я расположу елочный шарик. здесь я расположу еще одну елочную ветку здесь будет вот так вырезать еще один подарочек здесь будет вырезать один один бант и одна ленточка здесь будет вырезать вот такая веточка с красными яблами здесь добавим звездочку угу отлично готов один угол переходим к следующему здесь я начну также с елочных веток сделаю такую большую шишку вот она вот так вот вырезает здесь будет вырезать кусочек шарика и так же здесь я расположу звездочку вот так вот так вот здесь две елочных ветки одна ветка с красными ягодами один елочный шарик вот так вот так вот здесь елочные ветки не всегда я как видите начинаю мне нравится с них начинать дальше шишки у меня идут у меня в правильной формы куб paralim с красными ягодами здесь я расположу коробку с подарком а а звезду еще одна яручная ветку кусочек подарочные коробки вот здесь еще расположим витки с красными ягодами так можно еще один шарик здесь елочные ветки и красная звезда одна новогодняя рождественская здесь одна ветка с красными ягодами и один новогодний шар можно расположить вот тут теперь проверяйте все что у вас например все буквы на одном уровне надпись да вы все везде добавили где хотели все декоративные элементы крытка будет в скетчевом скетчевом варианте поэтому кривые линии допускаются и даже приветствуются я бы так сказала что мы делаем теперь мы с вами вы можете взять стерку если у вас я забыла здесь подарочки вы рисовать ленты если у вас был твердый карандаш берете стерку если как у меня был мягкий карандаш берете клячку убираете излишки графита давайте рисовать мы все стерли я начну вот с этого угла и пойду наверно нет не так вот так слева направо так 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 чтобы с рукой все не смазывать как я прошу у меня кисточка номер 6 я начинаю вот с этого угла мы начинаем с ёлки ёлку я буду рисовать холодным зеленым цветом я беру краску прямо вот отсюда из креветки и жирно так беру мы хотим яркую краску если хотите наложить какие-то тени например все чувствуете в себе эти силы мы сможем это сделать когда первый слой подсохнет будем накладывать второй так мы нарисовали ёлку рисуем шишку берем количневый цвет у нас здесь все уже готово мы ничего не замешиваем краски синтетические элементы не замешивали может не пойти нам на пользу пока пока шишку я просто рисую вот таким коричневым пятном детали мы будем прорабатывать на первый слой высохнет поэтому не будете что она сейчас будет выглядеть просто коричневый рисуем звезду звезду предлагаю нарисовать красным цветом вот такой красный немножко холодноватый красный вы можете взять потеплее пример вот такой идем дальше рисуем вот эту нижнюю часть начинаю опять с беловых веток можно кстати даже вот эту желтую зеленую я тебя он такой более теплый можете варить и я там стараемся не держать на кисть много воды чтобы например вот как здесь не сливались ёлочки иголки подарок рисуем беру красный цвет вот этот подарок не решила что она коробка будет красная банк будет белый что она здесь еще красным цветом есть красным цветом у нас есть допустим нарисовать и ягодки 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 с этим попозже нарисуем оба подарок будет белого цвета абант у него красный наоборот нарисованы давайте нарисуем веточки я сделаю их черно смешаю коричневый черный шишку как вы помните мы рисуем просто пока коричневым пятном звездой шарик сделаем желтые аккуратно не разрезаем на только что нарисованный бант стараемся ягоды делать конечно же круглые по возможности даже если ягоды не прикреплены к ветке видите немножко сторону это ничего страшного у нас здесь такая скетчевая иллюстрация это позволительно вполне идем дальше продолжаем вот здесь мне больше понравился вот этот вот теплый зеленый цвет для елочных веток поэтому я буду использовать его переходим в этот угол беру зеленый цвет беру густом потому что они такой яркий что получилось яркая веточка надо взять его достаточно густом а а и Ну что ж, мы продолжаем с вами рисовать. Мы закончили вот в этом углу. Дорисовали здесь все, что нам было нужно. Это как раз уже подсохло. Мы можем переходить вот к этому последнему углу и дальше будем разбираться с надписью и уже потом пойдем рисовать вторым слоем все наши новогодние рождественские элементы. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Симон» Симон «Симон» 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 Я предлагаю сдвинуть ее минимум на 5 миллиметров наверх. Вот так. Соответственно, у этого слова была надпись здесь. Мы также сдвигаем на 5 миллиметров наверх. И все буквы... Ой! Кстати, краски нам больше не понадобятся. Нужно их убрать. Так, сдвигаем все буквы наверх. Вот так у нас получилось. Соответственно, теперь я беру стерку. Можно даже ее не брать, потому что мы все равно все введем линер, и мы можем стереть все потом сразу. Давайте возьмем линер. Отведем нашу надпись. Отлично. Проверяем, насколько быстро сохнет линер. Высох он быстро. Я бы надпись сделала более жирной, поэтому я провожу вторым слоем везде. Вы можете этого не делать. Или, например, если у вас сразу достаточно толстый был линер, то так же этого можно не делать. Мне хочется сделать ее более выраженной. Я не занимаюсь какими-то безумно точными выведениями букв. Как вы видите, у нас весь рисунок такой достаточно скетчевый. Так, чтобы выкликаем слоем, это очень толстый был полный, и я жеyorum, который выводил из-за того, что ты не делал. И, по-моему, если у вас получается, ты не делаешь какие-то делаешь, или ты не делаешь, но я не делаешь 35-40 мяг improve. Так, чтобы выкликаем в каждой части. у нас получилась буква S, вот здесь, отлично, так теперь можем приступать к обводке наших деталей. Высо достаточно быстро. Что мы с вами делаем? Мы каждый наш нарисованный элемент дорабатываем нашим линером, то есть мы обводим его по контуру и прорисовываем какие-то детальки внутри. В случае с ёлкой я просто дублирую те движения, которые делала кистью. Провожу сначала основной стебель и потом иголочки. В случае с звездой я обвожу ее по контуру. Если хотите, можете также сделать какие-то элементы внутри звезды, например, вот такие, линии. Так, что мы делаем с шариком? Шарик обводится по контуру. Дальше мы дорисовываем крепеж и то, на что он вешается. При желании можете крепеж даже черным цветом закрасить. Здесь я добавлю такой, здесь я добавила полукруг, чтобы показать, что шарик у нас круглый. Такие скетчевые элементы. Можно добавлять рисунок, чтобы такие вот мелкие точечки, чтобы показать, что она может быть даже то, что движется, что она в динамике находится. Поэтому вы вполне можете их добавлять. Ягодки по желанию. Я их обведу для полноты картины. Вы можете оставить, не обводить. Но, например, если ягодка получилась у вас не совсем круглая, то с помощью обводки линера можно эту ошибку исправить. Если хотите, можете даже вот эти вот чешуйки чуть-чуть за периметр шишки вот так вынести, чтобы шишка еще более оказалась у нас объемной. Вот так. И этот подарок у нас весь белый. Мы его вводим. Красный был только бант. Мы сейчас тоже его введем. Аккуратнее с линиями. Не забывайте, что бант у нас на переднем плане. Никакие линии его пересекать не должны. Линии коробки. Если сомневаетесь в том, что вы правильно рисуете все линии и никакие лишние линии друг друга не пересекают, но если вы начинаете в этом сомневаться, есть такая хитрость. Начинаете всегда обводить и рисовать с тех элементов, которые у вас на переднем плане. То есть, если вы знаете, что, например, вот эта вот верхушка банта, то есть сам банту на переднем плане, начинайте обводить его. Потому что он и у него все линии будут идти точно без перекрытий, без пробелов. Сначала нарисовали бант, а потом уже начинаем следующий слой рисовать. Что у нас идет ниже банта? Идут ленты. Рисуем их. Что еще ниже? Ниже коробка. Рисуем ее. Это в случае того, если вы немножко побаиваетесь, что вы можете где-то неправильно обвести, сделать обводку. И забыть, что на переднем плане, что на заднем. Начинайте с переднего плана всегда. Продолжение следует... Так, остался вот этот. Здесь у нас красный бант. И можем начать по той же логике обводить, которую я вам рассказала. Что мы начинаем с того, что на переднем плане банта. Переходим к лентам. И потом уже дорисовываем коробку. Чтобы мы точно знали, что никуда не заехали. Лишними, лишними линиями. И теперь... Продолжение следует... 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 что мы делаем сначала мы обычным канцелярским клеем проводим по тем местам где мы хотим чтобы были блестки дальше мы насыпаем блестки на эти места и ждем пока клей высохнет схема очень простая теперь давайте подумаем вот у меня например блестки есть белого и синего цвета я думаю что белые блестки я бы рандомно распределила по белому фону а синие блестки я бы распределила вот здесь вот по углам вот прямо тут тонким слоем наносим рандомный я наношу на нашу открытку на белый фон чуть-чуть даже залезая на на надпись клей теперь пока клей не высох открываем блестки я открыла блестки посыпаю ими нашу открытку приминаю вот так вот остатки сыпаю обратно в коробку блестками теперь я беру синие блестки вот они и намазываю клеем вот эти углы так у нас клей начал размазывать акварель и это есть плохо мы это убираем видите размазать давайте мы сейчас этот угол который мы немножко испортим закроем блестками а впредь будем знать что клей можно накладывать только на белую бумагу потому что акварель он разъедает поэтому по периметру я сделаю вот так где у нас осталось белая бумага вот чуть-чуть буквально вот какие-то тут уголочки синие блестки мы насыпем только сюда стряхи вы вот такая у нас получилась новогодняя открытка друзья этот угол мы замаскировали блестками вот здесь вот я вижу что немножко можно дополнить потому что еще есть клей вот тут которым блестки не приклеили поэтому оставляем нашу открытку сохнуть когда клей подсохнет и блестки окончательно схватится можно будет дарить всех с наступающим новым годом с рождеством всего самого замечательного в новом году и до встречи 2020 пока 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 пока